Продолжаем. В Майском районе завершилась программа поддержки малых предпринимателей. Участвовали в ней молодые люди до 30 лет, а также лица с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в Муниципальной комиссии по финансированию уже одобрено 40 проектов в этой сфере. Какие идеи воплощает начинающий бизнесмен, расскажет наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Майчанин Алексей Заикин только начал осваивать профессию фермера. Мужчина – инвалид по зрению. О программе поддержки малых предпринимателей узнал случайно. Разработал проект по разведению нутры. Говорит, когда-то в республике данная отрасль сельского хозяйства была неплохо развита. Теперь же этим видом деятельности практически никто не занимается. Разведение нутры не требует огромных финансовых вливаний и приносит приличный доход. Всё это Заикину рассказали родители, которые раньше работали в известном своё время на всю страну в местном зверосовхозе. Планировал кроликов, но посоветовался кролики менее уязвимы к болезням. А у них среда обитания была родная речная, у них более повышен иммунитет. Так они к еде, они, как сказать, кормишь рыбную, ну кашу в основном, рыбную добавляются, чтобы шкура была хорошая, чтобы мех был хороший. А так в основном они неприхотливые. Корма на одну особь 200-300 грамм уходит в день. Плюс корнеплоды, травы, мясная мука. Нутры Алексей закупил в Краснодарском крае. Сейчас поголовье насчитывает около 100 особей. К концу лета ожидается приплод. Надеется, спрос будет. О прибыли, говорит Заикин, пока думать рано. Даже если что, сейчас заработаем, то пойдет все на закупку, дополнение самцы, надо будет докупать самцов. Корма, зернохранилище делать, чтобы негде хранить зерно. Сено, тоже надо будет подставить сарай. Поэтому первый год сейчас в основном пойдет на подстройку, потому что нужно подстраиваться, чтобы в дальнейшем дальше развиваться. Традиционное животноводство, птицеводство, народные промыслы. Три гранта на реализацию проектов по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Всего же в этом году финансовой помощью, каждой в размере по 300 тысяч рублей, поддержаны 11 проектов. Но, как говорят в администрации района, число поданных заявок на участие в конкурсе было намного больше. Сегодня в майском районе свою деятельность осуществляют около 300 малых и средних предприятий и свыше 700 индивидуальных предпринимателей. Это почти 20% от общего числа занятых в экономике. По данным администрации муниципалитета, доля малого бизнеса в общем объеме производства товаров, работы и услуг во всех сферах деятельности доходит до 70%. Ежегодный рост 25%. Налоги предпринимателей в местный бюджет превышают 30 миллионов рублей. Грантовая поддержка в размере 300 тысяч дает возможность этому молодому человеку обеспечить себе прежде всего это самозанятость, создать свое рабочее место, но и в будущем, если все получится, привлечь уже наемных работников. Все на сегодняшний день успешно развивают свой бизнес, мы за ними следим, все активно участвуют в этой программе. Аналогичные конкурсы по программе поддержки малого бизнеса сейчас проходят во всех муниципалитетах республики. Среди предлагаемых проектов – выращивание крупного рогатого скота, разведение домашней птицы, рыбы, создание тепличных хозяйств. В планах Алексея Заикина – расширение фермерского хозяйства. Молодой человек говорит, очень хочется, чтобы жители майского района могли приобрести вкусное, полезное и экологически чистое мясо. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.